МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рассказывали в патрульной службе. Житель Осташкова Евгений Шубин трудился на нескольких работах. Нужны были деньги, в семье подрастала маленькая дочь. Ночами Евгений иногда подрабатывал таксистом. В тот вечер получил заказ к дому на улицу Гагарина. Это был его последний вызов. События той кровавой ночи разворачивались стремительно. В начале первого ночи дежурному Осташковского отдела полиции поступило сообщение из местной ЦРБ. К ним поступил 20-летний житель Вышнего Волочка с серьезными травмами. Возможно, попал в ДТП. Авария действительно произошла. Недалеко от больницы. Рено Логан на скорости въехал в заросли возле местной трехэтажки. Выехавшая на место следственная оперативная группа быстро установила. Машина принадлежит жителю Осташкова Шубину. Но где сам Шубин? В разбитой иномарке никого не было. Вскоре в полицию поступает еще одно сообщение. На улице Гагарина лежит истекающий кровью человек. К этому времени полицейские установили. Шубина вызвали на эту улицу. И возле этого дома нашли самого таксиста. Цепочка преступных событий полицейскими устанавливалась стремительно. Нашли свидетелей. Знали возможных подозреваемых. Ранним утром дежурному РОВД поступает еще одно сообщение об угоне автомобиля. Именно на этой отечественной легковушке, бросив покореженное в ДТП такси, преступники отправились в Вышний Волочок, где и были задержаны. Вернее, один из них – ранее неоднократно судимый 24-летний мужчина. Его 20-летний подельник по-прежнему находился в больнице. Но в становлении личности злоумышленников и их задержание у правоохранительной ушло несколько часов. 30 сентября задержанным предъявлено обвинение. Следователь Осташковского межрайонного следственного отдела вышел в Осташковский межрайонный суд с ходатайством об избрании меры пресечения обвиняемым в виде заключения под стражу. 21 декабря в суд пришли близкие Евгения Шубина. Мать, жена, бабушка жены. Они до сих пор не могут прийти в себя. А узнали утром об этом? Да, в 5 утра. Ну, Свекров позвонила, сообщила. От суда убитые горем женщины ждут для убийцы максимально строгого наказания. Как можно взять жизнь человека? Они же сами молодые люди. Я говорю, как им жить с этим? Они же испортили жизнь одному человеку, забрали. А также, да, вот близким, родным, ребёнку. У него такая тесная связь была с дочкой. Это, вы знаете, не передать. Они просто обожали друг друга. Родственники Евгения хотят пересмотра дела. В преступной компании была женщина, которая сейчас в статусе свидетеля. Родственники убитого хотят видеть её тоже на скамье подсудимых. Когда вызывали такси, она как бы, ну, поднимала трубку, то есть отвечала оператору. Но по показаниям, по своим на допросе, она сообщила, что она в этот момент спала. И уже потом женщина не могла не видеть истекающего кровью человека, но не вызвала скорую. Преступники хотели завладеть машиной. Но зачем нужно было убивать бездумно и безжалостно? Мы следим за ходом событий. Продолжение следует...